Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему наших подкастов. Миграционная политика. Работа сотрудников федеральной полиции по устранению контрабанды на границе. И вот вам еще один пример из работы федеральных полицейских, стоящих на страже государственной границы в Германии. Итак, репортаж голубого света для города Миттенвальд, находящегося на федеральной дороге Б2 Гармиш-Партенкирхен, за 20 сентября 2024 года. Итак, что нам пишет эта статья? Федеральная полиция поймала подозреваемого в контрабанде недалеко от Миттенвальда в четверг, 19 сентября 2024 года. Мужчина перевозил в машине семерых сирийцев. Троим из них пришлось съежиться в багажнике. Федеральная полиция остановила машину с польскими номерными знаками на трассе Б2. Уже при первом поверхностном взгляде на машину офицеры поняли, что машина переполнена каким-то грузом. При открытии дверей и багажника стали очевидны катастрофические условия внутри автомобиля. Помимо водителя на заднем сидении находилось еще 4 человека. Одна из задних боковых дверей была измазана рвотными массами сверху донизу изнутри. В багажнике также находились еще трое мужчин. Водитель транспортного средства представился лицом без гражданства с паспортом иностранца из Латвии. У него не было ни визы, ни вида на жительство. У его семи пассажиров в общей сложности не было никаких документов. По их собственным заявлениям они являются гражданами Сирии в возрасте от 18 до 38 лет. Мужчины, которые очевидно были незаконно ввезены и подозреваемы в контрабанде, были доставлены отдельно друг от друга в федеральный полицейский участок в городе Гармиш-Партенкирхен. По предварительным данным, сирийцы ранее уже были в Словении и получили там статус беженца. Водитель машины забрал их всех на своем автомобиле, хотя у него самого нет действующих водительских прав. 38-летний мужчина был взят под стражу по решению суда и доставлен федеральной полицией в исправительное учреждение города Мюнхен-Штадельсхайм. Он находится под следствием по обвинению в незаконном ввозе иностранцев в опасных для жизни условиях, то есть в контрабанде людей, и вождении автомобильного средства без прав. Трое сирийцев были направлены в центр первичного приема беженцев. Ими оказались вот эти вот подростки. Остальным четырем мигрантам было отказано во въезде в страну, поскольку они не были заинтересованы в поиске защиты или политического убежища в Германии. Они были возвращены в Австрию после того, как полицейские мероприятия по их делу были завершены. А теперь статистика преступности по несанкционированному въезду и проживанию в районе города Розенхайм на границе Германии и Австрии. Полицейская статистика преступности Федерального ведомства уголовной полиции зафиксировала в общей сложности свыше 2000 преступлений в категории несанкционированного въезда и разрешенного проживания в районе города Розенхайм за 2022 год. В 84% случаев это оставалось попыткой создать преступление. Клиренс составил 100%. Среди 2150 подозреваемых было 322 женщины и 1828 мужчин. За 2021 год полицейская статистика преступности Федерального ведомства уголовной полиции сообщает о 1731 зафиксированном случае несанкционированного проникновения и несанкционированного проживания в районе города Розенхайм. Раскрываемость здесь составила 100%. То есть смотрите, что у нас получается. Тот человек, который приехал сюда с паспортом иностранца из Латвии, не имел ни визы, ни вида на жительство в Евросоюзе, но тем не менее он ехал на машине с польскими номерами. Вопрос остается открытым. Каким образом ему удалось взять машину с польскими номерами? То есть он у кого-то или арендовал, или купил эту машину с тем, чтобы потом, к примеру, вернувшись к себе домой в Латвию, перерегистрировать ее, растаможить и на этой машине, допустим, зарабатывать или ездить куда-то, отдыхать, не знаю. Факт не в этом. Он, купив машину или взяв машину в Польше с польскими номерами, решил подзаработать контрабандой людей, переправляя их, допустим, из Австрии в Германию или из Польши в Германию. Но получается у нас тут другое. Люди, которые были у него в машине, четверо из них оказались мигрантами, получившими статус беженца в Словении. Итак, еще трое были просто людьми, которые попытали счастье, дав ему деньги, вот этому водителю, за то, что он их привезет в Германию. Хорошо, вот они приехали в Германию. Вот они попали в лагерь для вот этих вот переселенцев или в лагерь для первичного контроля вот этих мигрантов. На их счастье, допустим, их возьмут здесь и оставят. Те четыре человека, которые уже имеют статус беженца в Словении, были депортированы немецкими полицейскими обратно в Австрию. То есть этот человек на машине с польскими номерами проехал через Австрию. Как австрийские пограничники или полицейские пропустили эту машину? Потому что на ней были польские номера. Если бы на этой машине были латвийские номера, они бы ее, естественно, остановили бы и проверили. Но так как Польша входит в состав ЕС, хотя Латвия вроде бы тоже входит в состав ЕС, да, но тут условия контроля машин совершенно другие. Пограничники, не польские, австрийские, решили не останавливать машину, идущую в потоке других автомобильных средств. Таким образом, вот эти вот сирийские мигранты смогли беспрепятственно проехать из Словении через всю Австрию до границы Германии. Но вот немецким пограничникам, немецким полицейским что-то в этой машине не понравилось. И как оказалось, их подозрения оправдались. Ну что ж, еще минус 4 нелегальных мигранта, которые хотели здесь получить дополнительный статус, дополнительное убежище на основе своего статуса беженца, полученного в Словении, и кассировать социальную помощь. Ну не удалось, как говорят некоторые бандиты или воры. Ну не получилось, попробуем в другой раз. Вот такие были на сегодня новости. Не забудьте поделиться подкастом с друзьями, подписаться на канал, нажать на колокольчик, ну и соответственно ставить свой комментарий по тому, что вы услышали в этом подкасте. И не забывайте о том, что мы всегда желаем вам крепкого здоровья и не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok